Сухумский район В июне администрация района своими силами приступила к ремонтным работам. В настоящее время возводится берегукрепительная стена, после чего приступят к строительству моста, которое планируют завершить до конца текущего года. Общая сумма расходов – 4 миллиона 900 тысяч рублей. Далее Асламжане посетил село Баслата. Здесь по улице Адама Хуаде в рамках инвестпрограммы была заасфальтирована дорога протяженностью 1 километр. Президент осмотрел весь участок дороги. Работы по асфальтированию заняли чуть больше 10 дней. Было выделено 4 миллиона 690 тысяч рублей. 5 тысяч 515 квадратных метров, протяженность 1 километр, плюс со съездами к людям. Тут практически на легковой машине невозможно было ездить. Дорога была убитая. С советских времен тут никто никогда ее не ремонтировал. Асламжане также осмотрел дорогу в селе Гумиста протяженностью 7 километров. Еще в 2020 году в рамках инвестпрограммы здесь был уложен асфальт. Сметная стоимость работы составила более 25 миллионов рублей. После осмотра объектов президент провел совещание в администрации Сухумского района. Глава района Алхаз Чернава считался о проделанной работе за 10 месяцев. Поступление собственных доходов составило 140 миллионов рублей. Перевыполнение плана 6 миллионов рублей. Плановые показатели перевыполнены и по налогу на прибыль, и по доходному налогу. Показатели по земельному налогу, спецналогу, патентным платежам выполнены на 100% и более. Говоря о криминогенной ситуации, Алхаз Чернава отметил, что наблюдается тенденция снижения преступной деятельности. Всего зарегистрировано 39 преступлений, в то время как за аналогичный период 2020 года было 53. По линии ГАИ района совместно с силами с управлением ВД было проведено 258 рейдовых мероприятий, в которых выявлено 2586 нарушений правил дорожного движения. Из них 88 – это вождение в нетрезвом состоянии и различные. Но по количеству ДТП, к сожалению, цифры аналогичные прошлому году. Три единицы меньше число людей, получивших травмы в различной степени тяжести. Это 26 в текущем году и 29 в прошедшем году. Что касается борьбы с незаконным оборотом наркотиков, за истекший период этого года было возбуждено 13 уголовных дел. Определенное количество людей было доставлено наркодиспансер для проведения свидетельствования. Работа ведется, контроль правоохранительных органов не ослабляется. И если ссылаться на цифры, мы можем отметить, что количество преступлений уменьшается. В Сухомском районе за все время пандемии 2736 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время болеют 136. Стационарное лечение проходит 16 пациентов. Алхаз Читанава отметил, что в районе неохотно вакцинируется. Всего прививку от коронавирусной инфекции сделали 183 человека. Глава района рассказал и о ситуации с потребляемостью электроэнергии. На 21,8 суммарно потребленная электроэнергия сборная за 10 месяцев составляет 8,5 миллионов рублей. Задолженность за текущий год за потребленную электроэнергию составляет 13,8 миллионов рублей. Если подытожить суммарно задолженность района по той же группе потребителей с 2018 года по нынешнее время, сумма составляет порядка 49 миллионов рублей. Задолженность, которая накопилась уже можно сказать за 4 года. Вот такая вот ситуация. Процент собираемости чуть не дотягиваем до 39%. 38,9% по данным, которые нам предоставляет районная электросеть. В этом году стихия нанесла большой ущерб сельским дорогам района. Порядка 20 миллионов рублей было направлено на ремонтные работы. Силами района также была заменена кровля двух пятиэтажных домов в селе Ишера. Алхаз Читанава также рассказал, что в районе 19 тысяч гектаров земель. То большинство из них запущены. Обрабатывается только 300-400 гектаров. Далее выступил президент Аслан Бжани. Отчет главы района, хотел бы отметить, был таким, на мой взгляд, правильным. К сожалению, он сказал о том, что есть показатели неплохие. Если сравнивать с прошлым годом, с позапрошлым годом, показатели по наполняемости бюджета, цифры они неплохие. Опять-таки в сравнении. Но если мы начнем озвучивать наши проблемы, существующие в районе, и начнем их оцифровывать, то наш бюджет окажется очень мизерным и мизерным. Да, он не будет минусовым, но он не способен покрыть или быть источником для решения проблем. Республиканский бюджет тоже оказывает помощь, но она, скажем, эта помощь не может решить все проблемы. Как быть? Что нам делать? Вот в районе проживает сколько тысяч жителей? Порядка 12 тысяч жителей. 3 тысячи человек у нас, как минимум, в районе должны были быть устроены. И это дало бы возможность для решения их личных проблем, семейных проблем и в том числе проблем для района. Это ключевой, скажем так, показатель. Вы руководитель молодой, здесь опытные руководители. Это надо иметь в виду. Надо нам с вами думать о том, как людей занять делом. Это самое главное. Мы же живем в условиях развития, в условиях созидания. Это ключевая история. Надо будет в этом смысле хорошенечко продумать, какими ресурсами вы располагаете. Как вы этим ресурсом пользуетесь. Что нужно сделать для того, чтобы ваши ресурсы, людские, материальные, нематериальные активы, более ярко, более полно, были вовлечены в экономический оборот. Никто вместо нас здесь работать не будет. Не дай Бог. Если кто-то будет работать вместо нас, он будет работать на себя. На нас, вместо нас никто работать не будет. Поэтому вы, начальник управления экономики, вам необходимо будет с учетом земельного ресурса, который вы имеете, подумать хорошенечко над тем, какие проекты здесь развивать. Если у вас будут выверенные проекты, экономически просчитанные, вопрос номер два, где взять деньги. Это вопрос тоже, в принципе, решаемый. Но, конечно, цифры, они не вызывают оптимизма. Там 19 тысяч гектаров и обрабатывается в лучшем случае сколько? 400. Ну, пусть будет там еще полторы тысячи, пусть две. Но это не дело, конечно. Так пользоваться ресурсом земельным, это значит не обустроить свою жизнь и свое будущее. Аслам Жанни отметил, что необходимо обратить особое внимание на вопросы, связанные с экономическим развитием района. Необходимо по максимуму поддерживать частную инициативу. Необходимо, значит, помогать, насколько это возможно, тем людям, которые хотят организовать свой бизнес. Вы понимаете, что мы находимся в плане экономическом на таком переломном этапе. Мы немножко запоздали с экономическими реформами во многих странах сопредельных. Этот процесс был запущен 30 лет тому назад, когда экономика от социалистических форм хозяйственных перешла в капиталистические формы хозяйственные. У нас мы застряли, мы с социализма не ушли, а к капитализму еще не пришли. Эти этапы необходимо преодолеть быстро. Есть фундаментальные вещи. Фундаментальные вещи состоят в том, что у нас земля не является частной собственностью. Весь земельный ресурс продлежит государству. И этот фундаментальный принцип никто не собирается нарушать. Но земля у нас может быть в аренде, она может быть в пользовании. И этот достаточный механизм для того, чтобы привлекать сюда частный капитал, отечественный частный капитал, зарубежный частный капитал. Без этого очень сложно будет нам сделать существенные шаги в плане развития экономики. Давайте готовьте проекты. Вы знаете о том, что мы будем реализовывать программу льготного криптования. В том числе льготное криптование может иметь отношение и к сельскому хозяйству, и, безусловно, к туризму. Заявочки надо будет подготовить и принести в Министерство экономического развития. Самое главное, чтобы сейчас мои слова не воспринимались неправильно, они должны будут, эти заявки, пройти еще отбор. И окончательный отбор будет проходить в Москве, в банках. Вы знаете о том, что наша банковская система на этом историческом этапе не способна финансировать крупные проекты. У нас свободных денег нет, поэтому нам в этом ключе помогает Российская Федерация. И есть определенные требования. Ничего особенного сложного в этом нет. Это требование универсальное, поэтому требования обладают все банки. И мы тоже должны научиться под эти требования выстраивать свои бизнес-проекты. Это надо сделать. Глава государства коснулся и вопросов энергетики, подчеркнув, что их возможно лишить только с привлечением инвестиций в отрасль на взаимовыгодных условиях. Тут очень много, скажем, разговоров по этому поводу. Некоторые будут говорить о том, что кто-то будет продавать энергетику и так далее. Я не хочу, значит, на эти выпады здесь сейчас отвечать. Хочу вам сказать о фундаментальных вещах. Энергетика, электричество – это товар. Вот он, товар, сегодня здесь находится. И благодаря этому товару в зале светло. Это стратегический товар, надо признать. Но он не более стратегический, чем хлеб или мука. Поэтому для нас важно, чтобы этот товар у нас в доме был. И вопрос номер два – кто его будет производить? Частник государства или частное государственное партнерство? Это вопрос номер два, номер три. Для потребителя важно, чтобы он был в домах в достаточном количестве и в хорошем качестве. При этом глава государства остался неудовлетворен показателями собираемости за электроэнергию в Сухумском районе. Руководитель района, глава районного собрания, главы сел. Вам к этой работе надо подключиться. Иначе ситуация в сфере энергетики будет ухудшаться. Ничего нового я вам не скажу. Мы в январе будем подводить итоги года. Если к январю месяцем ситуация по сбору не улучшится, будем принимать оргмеры, выводы в отношении руководителей сел. Я бы хотел иметь повод, наоборот, вас поощрить. Процент собираемости должен быть близок к 80. 80% это то, к чему надо будет прийти на местах. И аргумент, что это не наша задача, это задача энергетиков, приниматься мной не будет. И, уважаемые главы сел, вы представляете исполнительную власть. Я, глава исполнительной власти, даю вам поручение. Поручение выполните, работаем дальше вместе. Не выполните, будете искать новую работу. 80% в каждом селе. Хотите, из личного кармана доставайте. Полтора месяца у вас есть. И еще одна проблема, которая мешает нам в плане решения проблем в целом энергетики. Это незаконная добыча криптовалют. Я опять хочу вам сказать, что мы действуем в условиях экстраординарных. И эта задача тоже будет борьба с этим злом. Задача в том числе глав СОН. Никто не будет вам верить, если вы будете говорить о том, что вы не знаете, где в селе, у кого могут быть эти аппараты, машинки и так далее. Тут все скидывать на правоохранительные органы и только на энергетику не получится. Имейте это в виду. К концу встречи присутствующие могли задать президенту интересующие вопросы. Жители района в основном интересовалась ситуация с ремонтом военной шельской дороги, строительством моста в ПСЮ, детского сада и площадки в Ишере. Президент пообещал, что по мере возможности эти вопросы будут решены. Алька Трапшираму Камке, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.